Синоптики обещают возвращение дождей в Тверскую область. В течение недели осадки не исключены как днём, так и ночью, причём с грозами. При этом метеорологи отмечают сильную переувлажнённость почвы. Грозит ли это чем-то урожаю? Об этом в нашем следующем материале выпуска. Бесснежная зима стала поводом для апокалиптических прогнозов о грядущей засухе. Дескать, воды в водоёмах кот наплакал, и летом нас ждёт растрескавшаяся сухая земля. Однако весна внесла свои коррективы. Синоптики заговорили о переувлажнённости почвы. Я давала информацию для МЧС весной. Мы тоже, когда готовились к пожару, мы посчитали, насколько у нас увлажнена почва. У нас уже тогда она была увлажнена. А сейчас мы перевыполняем нормы месячных осадков. Сейчас, конечно, переувлажнение страшное. Неудивительно, что теперь стали появляться другие невесёлые предсказания. Что из-за сырости Тверская область останется без зерновых, а также овощей, произрастающих в земле. Между тем, эксперты говорят, что урожайность определяет не только количество осадков. Солнечный и более-менее тёплый август может компенсировать дождливый июль. Хотя, конечно, если и в последние трети лета наш регион начнут посещать сплошные циклоны, хорошего будет мало. Может пойти плесень, что ухудшить качество продукции. Что касается картофеля, то тут необходим процесс влияния технологических процессов, будь то активное вентилирование, применение в разумных системах химических препаратов, которые способствуют именно улучшению хранения растений. Так что современные технологии и применение научных подходов поможет сохранить урожай даже в условиях дождливого и прохладного лета, которое, увы, не редкость в нашей зоне рискованного земледелия.